Добрый день, учащиеся в художественном отделении Детской школы искусств номер 7. Мы продолжаем с вами цикл лекции по теме художественной культуры и искусства эпохи Возрождения. Ваше вам внимание предоставляю вторую лекцию «Художественная культура и искусство эпохи Возрождения. Раздел номер 1. Архитектура». Что нового, интересного появляется в этом виде искусств? Какие новаторские решения, кто является корифеевыми, мастерами в этой области в этот период, я сегодня вам расскажу. Итак, давайте вспомним, что такое Возрождение. Возрождение – это исторический период, который приходит на смену эпохи Средневековья. Примерно это конец XIII – начало XVII столетия. Характерными особенностями этого периода являются Первое – это гуманизм, принцип гуманизма. Вся культура строится на принципе, что человек – это центр Вселенной, и любовь к нему проникнута и проносится через весь этот период. Вторая особенность – это светская направленность культуры. Если в предшествующий период все виды, жанры и формы любого искусства были подчинены религии христианства, то здесь, конечно же, акцент ставится в другом направлении. Третья особенность – связь искусства и науки. Мы об этом с вами тоже говорили, что именно в этот период в искусство проникают научные элементы. Это математический расчет, анатомия, перспектива, многоплановость. Все это начинают изучать художники, используют в своих произведениях. Что же в архитектуре в этот период происходит? В эпоху Возрождения, а особенно в первые ее периоды, меняется весь облик городов. Если вы помните, в период Средневековья ведущим направлением первой в художественном стиле являлся романский стиль и готический стиль. Так вот, эти стили перестают быть актуальными в эпоху Возрождения. Поэтому архитекторы того периода занимаются тем, что переустраивают старые здания. Крестово-купольная система, центрические системы, крестово-купольные системы – они дополняются или дорабатываются новыми элементами и материалами. Причем художники того периода искусно синтезируют греческие, римские архитектурные системы, ордерные системы – каринский, тосканский, ионический, дорический ордер. Миролюбиво сосуществует с романской базиликой, с готической конструктивной системой, вытянутостью вверх, с новыми материалами – черепица, фреска, мозаика, витраж, стекло. То есть вот такой вот винегрет. Что же интересно, отцом возрождения в этот период признано считается итальянский архитектор Филиппо Брунеллески. Годы его жизни – 1377-1446. Это родоначальник ренессансной архитектуры в Италии, один из основоположников научной теории, которая используется в постройке архитектурных сооружений. Произведения Брунеллески отличаются математической точностью, строгостью пропорций, совершенством инженерной строительной мысли. Причем удивительно, что изначально Филиппо Брунеллески уделял свое внимание скульптуре, но его скульптурные творения не были признаны, и он решил попробовать себя в новом поприще. Принял участие в конкурсе на постройку одного из сооружений, которое долгое время было не завершено. И его постройка первая – это купол собора Санта-Мария-дель-Фьора – явилась образцом инженерной мысли того периода. Далее, мои уважаемые, я вам предлагаю посмотреть презентацию, где вы увидите основные постройки того периода и элементы, которые были заложены Филиппо Брунеллески. Что вы там увидите? Это деление сооружений на несколько частей, точные математические расчеты, деление на этажи, здания вытянутые, многоярусность – все это будет предоставлено в презентации. Далее, после просмотра лекций и презентации я вам предложу тест на изученный материал. Спасибо за внимание!